Как правильно пользоваться кредиткой? Можно взять кредитку, положить на вклад, но это рискованная история. Это прям адская дисциплина должна быть. Даже не знаю, какую метафору провести. Игра в сапер. Понятная, простая, доставь любой компьютер играть в игру сапер, он будет за считанные доли секунды проходить, ни разу не взорвется. Там вероятности вообще никакой нет. Просто вопрос внимательности и все. Потому что если ты следуешь четко заданному алгоритму, ты разминируешь там любое поле. Логика простая. Я могу потратить деньги кредитные. У меня есть 120 дней льготный период кредитования. 120 дней это получается четвертая часть. Ставка банковских вкладов, накопительных счетов составляет 20% годовых. 5% могу заработать. Люди же как? Вот у меня есть лимит 100 тысяч. Я этот лимит буду тратить и погашать, когда у меня будет зарплата. А эти 100 тысяч я положу на накопительный вклад по 20% годовых. Речь идет о том, чтобы заработать 5000 рублей в период льготного периода. 120. То есть люди, по сути, они держат такую гранату, чеку вырывают и начинают вот так вот держать. И вот говорят, продержу вот так вот 120 дней, обратно вставлю, небезопасно, и может быть еще что-то с этого получу. А вдруг сил не хватит удерживать. И ради чего? Ради 5000 рублей. Окей, лимит у тебя миллион. 50 тысяч рублей. Но что будет, если в дальнейшем ты не сможешь его вовремя погасить? Уволят тебя. На больничный ты выйдешь. И ты просто нарушаешь этот лимит. И ты начинаешь с этого миллиона платить там 47% годовых. Это за год заплатить 470 тысяч рублей. Но банки же так и продают. Давайте возьмите, пользуйтесь, деньги можете размещать, ничего страшного, пусть будет, пусть лежит. В конечном счете все оказываются, лимиты исчерпаны. Все платят банкам минимальный платеж. Посмотришь структуру минимального платежа, оказывается погашаются только проценты, а тело кредита нифига не закрывается. Получается, что ты оказываешься, дружище, в самом идеальном варианте. Ты дисциплинированный, последовательный, на стабильной работе, ничего с тобой не произойдет. С миллиона лимита по кредитке заработаешь полтинник за 120 дней. 200 тысяч за год. Но при этом на другую чаше весов, да, у тебя висит риск того, что, блин, если что-то пойдет не так, будешь там полмиллиона выплатишь. И хорошо, если хотя бы хоть какое-то тело кредита закроешь. Я поэтому этого не выбираю. И в любом случае кредитка это что? Тебе есть возможность потратить то, на что ты не заработал. Ты не создал достаточной ценности для общества, чтобы иметь то, что ты хочешь купить. Переверни свое сознание для того, чтобы стать человеком, который имеет такую ценность для общества, что все твои потребности, которые ты хочешь пожелать, удовлетворяются на вот так. Когда ты заходишь, я не знаю, в МВидео или в Эльдорадо, да, ты говоришь, ну это могу, это могу, это могу. То есть, что бы там ни стояло, даже плазма за полтора миллиона, у тебя просто есть карточка, на которой ты это покупаешь. Очень классное состояние. Вопрос, как к этому состоянию прийти, об этом как раз таки говорим в Школе развития Максима Петрова. Как стать человеком, который растет очень сильно в активном доходе, эффективно управляя своими инвестициями, своими финансами, своей коммуникацией и своим собственным здоровьем и личной энергией. Миллион, сто тысяч положил на вклад и жду этого процента. Если у меня не хватает вдруг резко деньги, я просто вклад закрываю досрочно, я ничего не заработал, но и не потерял. Природа кредита такова, да, то есть у нас нет культуры такого потребления. Но даже если ты возьмешь структуру своих расходов по кредитной карте и посмотришь, на что они шли, вот каково количество там было высокоранговых трат и каково количество было низкоранговых трат. Сто процентов это низкоранговые траты. Признай тот факт, что ты не создаешь достаточной ценности для мира, для общества, да, для того, чтобы иметь тот уровень трат, который ты хочешь. И так живут все. И здесь у тебя, соответственно, есть возможность выбора. Ты меняешь эту ситуацию или ты не меняешь эту ситуацию? Удержаться по себе, зная, с моей дисциплиной, с моим опытом, да, с пониманием того, сколько людей там объявляли себя банкротами. Когда просто звонят, а вы знаете, что вы можете легально это самое, не платить кредиты? Я говорю, у меня нет кредитов. И там удивляются, у вас нет кредитов? Нет кредитов. То есть это свой собственный жизненный принцип, да, то есть зачем идти туда и зачем потреблять такое количество, да, что ты на это не заработал. Взять деньги на покупку средств производства, да. Ты сам для себя являешься средством производства, то есть тебе деньги приходят за то, что ты что-то создаешь. Да, ты продаешь свое время, но как сделать так, чтобы время твое стоило дороже? Создавать больше ценностей. Если ты вкладываешь деньги, по сути, на апгрейд средств производства, своего собственного, который приносит тебе деньги, это разумно. Посмотрите просто, кредит на образование, сколько сейчас он стоит. Сравните это с ставками по кредитной карточке. Возьмем там известный банк. Кредит на образование, срок 15 лет, период обучения ты плачешь только проценты, 3%, и только после этого в течение 15 лет выплачиваешь тело кредита. Кто-то берет кредитную карточку с лимитом там 400 тысяч миллион рублей под 47% годовых, и всегда имеет домоклов меч в отсечении льготного периода кредитования и выплачивания этих процентов. В другом случае, когда мы говорим про средства производства, когда вкладываешь в собственные мозги, возьми, что тебе мешает пойти на обучение. Но это больше, наверное, к молодым людям относится. Но опять-таки, посмотрите на своих детей.